Этот учебный год самарские дети начнут под эгидой высоких технологий в образовании. По наименному национальному проекту в 45 сельских учебных учреждениях откроются точки роста. Это центры цифрового и гуманитарного профиля. В учебное время здесь будут преподавать информатику, ОБЖ и технологию с использованием передового оборудования. А после обеда разместятся секции и дискуссионные клубы. К концу 2024-го практически в каждой сельской школе появится своя точка роста. Для того, чтобы уровень основного и дополнительного образования в глубинке был таким же, как и в городах. В этом году по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Горчазарова мы открываем в сельских школах 19 мини-кванториумов. 24 кабинета технологии также будут поставлены в этом году в общеобразовательные школы. Здесь уже и городов, и также сельских территорий. В День знаний детей примет второй корпус образовательного центра в Южном городе, построенный в рамках нацпроекта «Образование». Суперсовременная школа для развивающегося жилого микрорайона. А еще в этом учебном году откажутся от бумажных журналов в пользу электронных. А вот останутся ли в ходу традиционные дневники, в каждой школе решат самостоятельно. У старшеклассников сократится количество обязательных предметов в программе. Теперь их будет не более 12. Это позволит добавить больше часов профильным направлениям, необходимым для поступления в ВУЗ. Много разговоров сейчас идет о том, что будет обязательный предмет иностранный язык для получения аттестата. Но вот хочу успокоить всех нас, да, и в то же время образовательной организации наших учеников, будущих выпускников 11 классов сориентировать. По закону вся страна будет сдавать обязательный иностранный язык в 11 классе в 2022 году. Ученики уже в начальной школе с этого года будут изучать новый курс «История Самарского края. Один час в неделю» по специально разработанным учебникам. Предмет в программе у четвертых классов, шестых-седьмых или седьмых-восьмых на усмотрение школы. Анна Ивахина, Владимир Серентьев, Новости губернии. Продолжение следует...